Ребятки, привет! В ближайшее время вы будете видеть только мою морду лица, потому что Катя осталась в Брянске, а я сейчас еду уже в сторону Москвы. Зачем я еду в Москву, вы спросите? У меня есть там рабочие всякие моменты, которые надо сделать, а Кате надо было остаться, потому что у нее скоро начинается движуха, связанная с брекетами, она будет их снимать, там всякие полировки, капы и прочие вот эти всякие темы. Поэтому я уезжаю, Катя остается здесь, но через недельку мы снова будем в строю. Не знаю, может быть я даже чуть пораньше к ней приеду, ее заберу, пока не знаю. Но тем не менее, все равно кто хочет видеть Катю во влогах, так или иначе мы будем как-то контактировать, там видеозвонки и прочие штуки, поэтому хотя бы голос или там минимальный на телефоне вы все равно будете ее лицезреть. Ну и надеюсь не будете дизлайки мне ставить, потому что просто мою морду не все любят смотреть. Ну а я с той стороны буду поделиться все, что у меня происходит. Пока не знаю даже, что рассказать. Выехал, ну буквально прям две минуты назад из Брянска, проехал вот поляну эту партизанов, мы там были, какой-то влог записывали. Ну и ехать мне, да, 4.18. В принципе быстро, потому что когда мы ехали из Москвы в Брянск, потратили 6 часов. Ну, право слова еще можно сказать, что мы заезжали в помпончик, на заправке, еще куда-то, то есть достаточно много времени потратить. Ну и на МКАДе тоже были пробки. Выехал я нарочно из Брянска чуть попозже, потому что в Москву, сами знаете, заезжать через Подмосковье в дневное время такое себе. Можно долго простоять в пробках, поэтому я лучше попозже, но свободно доеду. Ну и когда подъеду к дому, у меня будет просто ролевуха по вытаскиванию всех этих пакетов, у меня там банок. Я вам показывал, конечно, не знаю, даже раза 3-4, наверное, буду к тачке подходить. Все очень тяжелое, стекло, вода, ну то есть прям придется потрудиться. Да, еще взял Катину гитару, она будет играть. Классно у нее получается, голос прикольный. Может быть она даже когда-нибудь создает свой музыкальный канал. Ну, будет каверы какие-нибудь играть на гитарке, все это дело записывать. Что еще хотел сказать, я оставил свою большую камеру. Она хочет, помните, да, рассказывал, снимать какие-то красивые видосики, подкадрики, все это с музычкой, красиво накладывать, приходики делать. В общем, пусть развлекается и учится. В общем, такая у меня особо нечего рассказывать, скучная фигня происходит. Просто сижу в машине, сейчас, наверное, музычку врублю и... Так, и что, и... А, и заправиться мне надо. Да, у меня тут на 290 километров. Офигеть, какая колонна, а! Так, врубим побольше света. Ну, у меня, собственно, ничего интересного в дороге не происходило. Я доехал достаточно быстро, то есть у меня полное время поездки 5 часов. Ну, я сейчас не дома. Заехал в Бургер Кинг перекусить, потому что очень хочется есть дома. Мышь повесилась, поэтому ничего оригинального я не придумал. Ну, заехать, может быть, в Глобус, взять пельмени, хлебушка. Ну, думаю, не нафиг. Не хочется этим заниматься. Сейчас перекушу и уже поеду домой. Мне, как я и говорил, дофига тут раскладывать вещей. Поэтому я закладываю еще, ну, где-то час, и я буду сидеть за компом. Ну, и час я не еду, пока доеду. Пока все скину. Катя там сидит, сериал смотрит. Ну, и я скидываю фотку. То, что я заехал в Бургер Кинг. Просто ее дрожили. Хотя, казалось бы, там кормят очень вкусно. Может, и не будет завидовать. Все, протираем руки. И приятного аппетита. Да, я немножечко так это что-то туплю. Потому что все равно с дороги, хоть и доехал быстро, но все равно немножко утомительно. Одному гораздо скучнее ехать. Даже не о чем говорить. С Катей мы болтаем, песенки поем. Я, конечно, тоже немножечко попел сейчас, но когда компания есть, гораздо веселее. А, ну я вам не сказал. Взял обычный ботер. Нет, даже сыр без лука. Картошечку, сырный соус и мерингу. Все. Доброе утро, друзья. Ну что, я в Москве, уже дома. Не стал вчера вечером ничего записывать, потому что уставший был. Что хочу сказать. Погода в Москве не радует. Минус 4 градуса. Вот такая фигня. Опять выпал легкий снежок. Дома приеду, будет 8-10 градусов тепла. Но нет. Что я сейчас буду делать. Поеду на работу. Пока еще я работающий человек. Завтрашнего дня я уже безработный. Я об этом чуть-чуть говорил в начале влога, что надо там разобраться. Потом буду ходить по собеседованиям. Ну, постепенно что-то расскажу, покажу. Утром что делал вообще. Разбирался с компом. Все данные с него снимал. Форматировал. Ну, короче, для того, чтобы его сдать. Так. Мне нужна обязательно зарядка. Ну, она там вроде водкана-то. Да. Вещи я вчера, опять же, не стал разбирать. Только маме вот пакетик собрал. Тут у нас квас, тушеночка, варенье, конфеты, которые мы покупали. И бальзамчик вот такой. Но я не пью мне, поэтому даже рассказывать особо нечего. Наверное, он на травах. В целом дома хорошо. Сегодня выспался. Единственное, единственное, конечно, без Кати скучно. Привыкну. То, что там в Брянске говорит, плохо спала, скучала. Мне надо еще пропуск взять для работы, который надо будет сдать. Вот он. Не забыть. И компуктер. Все. В принципе, все, что у меня от работы, есть это вот этот пропуск и комп. Комп, кстати, такой же, как у меня на М1. Так, тут у нас все готово. Так, ну что, все. Сейчас поеду в путь. Может, еще куда-то заеду, кофе возьму. И, в принципе, дальше я буду полностью свободный. Вот и Катя пишет. Как у тебя дела? Покушал ли я что-нибудь? А что я покушаю? Сейчас вам покажу. О, ну то есть, нутелла, какие-то соусы, борщ, который мы уже две недели надо выкинуть. Квас перетащил, молочко. Хотя, ладно, можно что-нибудь потом сообразить. Может, у меня тут и пельминки есть. О, живем. Смотрите, сало забрал. Это же это момент. Дофига ягод, потом Ганде комфорта будет делать. Ну, в целом, еды, конечно, хула-ла-ла-ла-ла. А, ну, хлебушек осталось, можно, в принципе, пожарить. Хлеб, он годен до 1 июня 2022 года. Я вот так не могу есть, но на гриле он офигенный. Хотел небольшой совет вам дать. Если хотите пользоваться Инстаграм, то качайте себе приложение Warp. Оно полностью бесплатно, нормально работает с точки зрения скорости. Поэтому тупить сторисы не будут во время просмотра, как от всяких других бесплатных VPN-ок. Ну, единственное, я все время забываю, вот отключаю. Потому что у меня с ним не работает Яндекс.Музыка и не могу подключиться к тачке. Вот такую погодку мы имеем сейчас. Практически апрель. Ну, сами видите. Еще сильнее, что называется. Распогодилось. Господи. Я удивляюсь, конечно. Ну, а вы видели, я зашел в Додо. Взял все два кусочка пиццы. Кофеек, капучино. Дорогу. Сейчас перекушу. И дальше уже буду заниматься всякими организационными делами. Ехать мне недолго. Минут сорок где-то. Нормально. А потом не знаю даже, что делать буду. Либо к маман сгоняю. Ей надо подарки все отвезти. Либо просто дома потуплю. Отдохну. Пока не решил. Так, все. Подрубаем телефон. А, 39 минут ехать. Вообще ерунда. Чпойнк. Карплей, конечно, великая штука. Я прям не жалею, что купил себе эту Яндекс.Подписку. Это, конечно, жадность со стороны Яндекса. То, что только при помощи Плюса это все дело работает. Ну, вы знаете, я оправдываю себя тем, что Кате очень нравится Яндекс.Музыка, которую она с удовольствием пользуется. Ей очень нравятся рекомендации, которые она выстраивает. И, в принципе, нормально. Недорого. Ну, и кэшбэк там на такси. Все остальное вы и так знаете. Мне бы выехать. Давай, чувак, побыстрее чуть проезжай. О, мне Катя что-то пишет. Так, давай. Тебя пропускаю. Так, и все. Путь, дорогу. О, заметает лобовуху просто за 2 секунды. Да. Я, конечно, большой акцент делаю на погоде. Но, вы знаете, просто непривычно. Потому что зима не отступает уже достаточно длительное время. Так, Катя меня там атакует. Надеюсь, все хорошо. Ну, все. Доби свободен. Отдал компьютер. Подписал все документы. Дали мне там справки. Тачку завалило. Пока часик я на работе сидел. Это я еще подогрев врубил. Лобовуха была вся заментена. Ну, я вам сейчас прям секундочку покажу. Лень не выходить. Вот так вот обсыпает в Москве. Охренеть. Просто охренеть. Ой, ой, ой. Вот так вот тут делаем. Вот так вот. Все, немножко еще прогреваемся и все. Можно ехать и бездельничать. Пока я не знаю, чем займусь, если честно. Непривычно. То, что в рабочее время можно заниматься чем-то еще. Из-за того, что мне ночью не спалось, я придумала, что я хочу заснять. Чего? Ну, девчонку. Ага. Короче, мне нужен какой-нибудь гараж кирпичный. Ага. Желательно с чистостиной. Ага. Мне нужны пустые бутылки стеклянные. И мне нужны баллончики с краской. Ну, для граффити. Ага. Вот. Попрошу Аню освободить денек и сделаем ей какой-нибудь мультимейт такой прям вызывающий, знаешь, яркий. Ага. Ну, в плане, там, не знаю, может быть, там, цветные полоски какие-нибудь, тени, не знаю. Вот. Подумаем над одеждой и я хочу просто их снять. Я еще не подобрала музыку, правда. Это всякий кадр, как она бутылки разбивает, как она граффити рисует. Она, конечно, не умеет рисовать, но это не важно. Там будут кадры крупные. Ну, напишут хуй на стене. Ребят, ну, этот влог, конечно, чудной. Вначале я говорил о том, что Кате не будет неделю, но в итоге вы сейчас сами все узнаете. У Кати завтра должен был прием быть, но перенесли на 6 апреля, поэтому сегодня она приедет в Москву в 11.36 на вокзал. Я ее поеду встречать. Ну, по-моему, в 11.36, ладно, это я уточню, не столь важно. Поэтому следующий влог уже будет с ней. А потом уже либо вместе поедем снова в Брянск, либо, в общем, сама на поезде доедет и сделает все необходимые процедуры. Так что прикольно. Вторая новость, то, что у нас вообще пипец, просто пипец. Сейчас открой окошко, вы охренеете. Так, Васек, аккуратно. Что-то ты у меня немножко стал обламываться. Мне тебя жалко. Ну, короче, сами смотрите. Ну, че, как вам? Практически апрель. Влог про погоду. Прошлый про тушенку был, этот исключительно про мете в условиях. Че еще хотел сказать. У меня тут прилетело обновление винды 11. Просто капец. Вот этой панельки не было. Все глючило. Экран постоянно моргал. В итоге я откатился. Благо, это происходит очень легко и просто. Я нажал на кнопку восстановить предыдущую версию. И, слава богу, вот сижу нормально монтирую. Я немножко заморочивался с переходиками, всякими штучками, дрючками. Надеюсь, вам этот влог понравится. Да, наверное, я буду вам записывать такие ежедневки, пока я условно свободен. У меня там есть, конечно, перерывы на всякие собеседования. В общем, короткие видосы, но на регулярной основе, чем собирать длинные, какие-то полчасовые, в несколько дней. В несколько дней. Вот. И, ну, вроде все. Да. Че, что хотел рассказать, рассказал. Как-то там. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...